Всем привет! Вы с Олегом Соскиным, 20.07.2023, Большой канал, 2-й Соскин Ньюс, тоже смотрите. Итак, все произошло, так как я вам и рассказывал в разных своих сценариях. Можно их посмотреть, что будет с Вагнером, что делалось, для чего, что это был за стресс-проект, за стресс-код и так далее, для чего это все проводилось. Кто как себя повел в этой ситуации, проверял, кто это все делали, с какими целями. Ну, теперь уже даже, как бы, знаете, вот говорят, нельзя полагаться никогда на тех, так называемые, говорят, Иван Ильин написано так, когда слепой ведет слепых, и те, и другие, и тот, и другие попадут обязательно в яму. Вот это в Украине так, да и в ЕС так, и в Штатах так, слепые ведут слепых. Есть еще одна такая народная причина. Не надо умным показывать всего слона. Достаточно просто показать один из элементов этого слона. А вот если тупорылым или слепым показывать разные элементы, поддержаться, они слона не определяют. Когда слепым или тупорылым показывают, поддержаться, одному дают поддержаться за что-то, он говорит, это веревка. А это, оказывается, не веревка, а хвост. Другому дали поддержаться, он говорит, это змея. А это не змея, а хобот. Третьему подзерону гладит, гладит, говорит, это стена. Не стена, а это туловище, сла. Четвертому дали поддержаться, он говорит, это тряпка. Болван, это не тряпка, это его уши. Еще одному дали поддержаться, он говорит, это что-то такое, говорит, какая-то, наверное, сабля. Это клыки, бивни. А в целом это слон. Еще одному дали, он говорит, это колонна, не колонна, а нога. Это все части слона. Но тупым, слепым, это бесполезно говорить. Они не могут это в комплексе осознать. Вот это сейчас происходит с тупыми, бесполезными, глупыми, слепцами в руководстве стран. Сейчас начинается очень интересный период. Очень интересный период. Наконец-то проявляется Вагнер. Я вам делал видео, показал там по Вагнеру, как это все. Дал он интервью, все, Уткин он. Говорит, чем закончил Уткин, там слова, welcome, hail, да, знаете, как переводится, не знаете, посмотрите, что будет. Говорит, большая новая работа. Теперь один из них дал структуру. Какие были потери, сколько в Украине погибло, сколько было заключенных завербовано, сколько осталось, сколько раненых. Потери страшные, конечно, больше трети, раненых огромный объем тоже и все. Ну, неважно, сколько было, сколько чего. Осталось ветеранов, которые сегодня в ядре, порядка 25 тысяч. 22, 25, ну 25 будем говорить. 25 тысяч еще подъедут в других африканских странах, Азии, там, Латинской Америки. Это ядро, на которые прошли уже все, идеологически налажтованные, очень мощные. Самое важное их качество, они умеют биться в городах. Они знают, как биться в городах. Ну, вот теперь они уже тренируют белорусскую армию, Тихановскую. Давайте поздравим Латушку, Вечерку и всех остальных, вот, которые упустили победу, которая у них была в руках после выборов. Тихановская выиграла выборы, но ей не дали в подспорье никого, как надо было кончать этого Лукашенко и его банду. А теперь уже все, Вагнер уже в Белоруссии, с чем мы вас все поздравляем. Вот, и они уже тренируются, проводят учения с подразделениями белорусской армии, спецструктурами в Бресте. От Бреста до Варшавы, знаете сколько? Нет? Сколько, кажется, 230 километров, если не ошибаюсь. Да, 3 часа, прошу прощения, сейчас. Да, 210 километров, всего лишь 3 часа, 3 часа с половиной, самая короткая дистанция от Бреста до Варшавы. Ну, что такое для Вагнера пройти 210 километров? Там этот министр обороны говорил, что у них оружия нет, они уже завалены этой техникой, танками и прочими всеми БТРами, БМП, ракетными комплексами, РСЗО, уже у них вертолеты, у них уже все есть. В полном, так сказать, под полный фарш, у них уже все есть, даже буратино есть, гиацинты есть, все есть, грады, эти, ну, короче, все, и, по-моему, даже С-400 есть. Как жалко поляков, очень жалко. Украинцы, дорогие, в Варшаве не сидите, я вам говорил, текайте, быстро текайте, еще немножко у вас времени есть. Надо быстро отзывать нашего этого посла, как это моего фамилия, что-то не помню, который в Варшаве сидит. Они первые, уже вязано, что пойдут на эти самые, пойдут на Варшаву, 210 километров, плюнуть и растереть. А до Сувалок, там от границы с Белоруссией, через литовскую территорию, там 70 километров коридор до Сувалок. Ну, а там уже полностью Калининград весь нафаршированный оружием. Что там идти в 70 километров? Это вообще идти нечего. Ну, на Вильнюс тоже там недалеко, там сами посчитайте, сколько километров, на Ригу тем более. И говорят, Олег Горьевич, посмотрите, да, хорошо, мы поговорили с Шелестом. Он мне так сильно сегодня, так сказать, поиспользовал, больше, чем на час должен поставить. Там интересно. Ну, там вообще полный развод. Вся армия меньше вагнеровской группировки. У этого Анушкаус, министр обороны Литвы, у него 23 тысячи, а у этого уже 25, а будет 35, где-то 40. То есть, они четко сказали, что у них было 49 тысяч. То есть, они заявили Железно, что они будут иметь армию 50 тысяч. У них сейчас половина. Ну, вопрос, сколько им надо добрать еще 25 тысяч. Ну, белорусы пойдут, там россияне пойдут. Вот, я думаю, что недельки две у них будет 50 тысяч, чтобы полностью осуществить ударный весь проект. Ну, уже понятно, что пойдут на Баршаву. Это уже понятно. Уже понятно, что пойдут на Сувалки, на Вильнюс и на Ригу. Вот это как бы четыре колонны понятных. Посмотрим, что еще будет. Вот, так что надо президенту Латвии приготовиться. Они очень четко там вопрос задали. Посмотрите интервью Пригожина и Юткина. Там один из бойцов спрашивает этого, Пригожина, а этих будем бить? Тех, которые гордятся. Он говорит, так, конечно, будем. Это одна из самых главных наших целей. Поэтому, так я всегда любил Латвию, Ригу. Там это рижское пиво хорошее. Вильнюси тоже нормально. Бальзам рижский, да. Ну, и там взморья рижская, балтийская. Там вообще хорошая. Рига классная. У них есть бальзам рижский. Кофе с ним можно пить. Рижское взморья. Рижские рестораны. Рижское пиво. Ну, чем гордиться можно, да. Еще что-то у них есть вкусное, хорошее такое. Ну, Домский собор есть прекрасный. Конечно, вообще Рига очень красивый. Город очень красивый. Ну, там тысяч 15 вагнеровцев зайдут, конечно. Интересно, как она-то будет пятую статью выполнять? Расскажите. Как в Риге, в Вильнюсе, в Варшаве можно выполнять пятую статью. В Сувалках. Вы знаете, как я вот как ветеран служил во многих, как сказать, вещах, подразделениях, опыт имею. А как в городе можно пятую статью НАТО выполнить? Я не знаю. Если вы знаете, расскажете. Вот ситуация такая, Зеленский, понимаешь. Как только они зайдут туда, они это должны сделать очень быстро. Ну, в общем-то, в июле могут начать. Чем августа ждать? Они уже готовы, они отдохнули, оружие у них есть, бронетехника есть, карты есть. Суровикин, Герасимов все уже разработали. Зеленые человечки зайдут. После этого сразу начнутся подготовка к выборам. Мне говорят, а как же они выборы проведут? А как провели на захваченной украинской территории, так и там проведут. Как провели референдум в Запорожской области, в Харьковской, ну не в Харьковской, а в этой Луганской, Донецких сейчас областях, Херсонской. Так и у вас проведут. В Литве, в Латвии, в этой самой, в Польше. Так и у вас проведут. Все нормально будет. Даже не переживайте. Так как будет быстро включен территорий в Российский Союз. Созданы будут независимые государства. Будет независимое государство. Демократическая республика Литва. Демократическая республика Латвия. Демократическая республика Польша будет создана на этих землях. В чем проблема? Все как в Украине, так и у вас будет. Какое НАТО, какое ЕС, какой Борет, какой Мишель, какая Урсула фон дер Ляй. Вы посмотрите, чтобы они еще не пришли к вам на этот парад с повозками в Берлин 22 июля. И такое может быть. Или чуть позже, в конце июля. Макеенко там будет, украинская повозка. Затри, чтобы от тебя Прихожий не поймал Макеенко. Или как там, Макеев, да, посол, новый место этого нашего. Который Шольца Ливерной колбасой назвал. Тот правильно, молодец, в Бразилию поехал. А тебя, Макеев, я не знаю, поймает Прихожин по полной программе. Так сказать, на штык. Знаешь, как Каддафи закончили? Читал, Макеев? Почитай, там все написано. Ты будешь там в первых рядах, будешь главным этим самым морской свинкой, на ком они будут опробовать новые, так сказать, орудия, производство. Одевать тебя будут. Мозгов нет, понимаете? Самая большая проблема, у людей нет мозгов. И обижаются. Но я ж не виноват. Я вам просто констатирую. Я ничего не придумаю. Я вам просто описываю ситуацию. А вы мне не верите. Потом, когда вам жареный петух клюет в темечко, вы говорите, блин, Соскин, там рука, чья-то рука, чья-то рука, чья-то рука, нога. А Киссинджер, чья рука или нога? Он сейчас его Синдзипин в Китае принимает. А че Зеленский не принял? Я ж говорил. Подоляк этот Миша. Такие гадости про Киссинджера писал. Миша, ты хоть извинился бы перед уважаемым человеком. Уже я не говорю по возрасту. А потому что у вас возраст такой идиотский. Вы такое идиотское наглое поколение, которое старших не уважает. И за это вы будете по полной программе битые. По полной программе. Потому что вы не понимаете жизнь. Как один у меня мой работник говорил, не голодали вы, ребята. Не голодали вы. Понимаете, вот это поколение сорокалетних, не голодали вы. Вы не знаете, что такое тюрьмы. Вы не знаете, что такое с торбой и с кровью пойти. Вы не знаете. Поэтому вы нахальные. Вы старших не уважаете. Вы языки длинные имеете. Мозгов не имеете. Поэтому вас будут ставить на место. И я вам очень сочувствую. Очень сочувствую. Ну а что сделаешь? Ну вы же не хотите слушать. Вы жадные. Вы думаете, что вы всех будете, как говорится, на одном месте вертеть. Не будете. Не будете. Вы думаете, что вы можете разводить. Вас будут разводить. И за вами поколение 30-летних тоже такая же судьба ждет, если не поумнеете. Но у вас же есть папы и мамы. Меня же они все смотрят. Вы их что не учите своих детей? Или они такие, что вас не слушают уже? Ну по Зеленскому, по Ермаку, видно, что, к сожалению, такая ситуация. Очень хочу ошибиться, мои дорогие. Очень хочу ошибиться. Никакого, как говорится, вам плохого не желаю. Только хорошее. Но начните думать. Начните думать. Еще время есть. Еще, как говорится, как, помните там это? Ильф Петров. Горбачев говорит, Шура, запускайте Берлагу. Процесс пошел. Горбачев говорил, вы сверху, мы снизу. Говорит, процесс пошел. Когда в Киев приехал, потом Чернобыль взорвался. Спаси и сохрани. Вот такие дела. Я думаю, все это Пригожин, Уткин. Все, они начнут. Они уже почти готовы. 20 июля. В принципе, 5, 7, 10 дней. Я так полагаю. Они уже пошли на раскрытие плана. Ну, я думаю, так. Ну, в Йоханнесбурге сегодня взрыв какой-то произошел. У Ромофоса. Я вот давал сценарий, как это может быть. И не хотят, чтобы Путин к ним приезжал. Так я думаю, что у них вообще не будет этого саммита. Зачем мы вообще там в ЮАР проводить? У них снег там выпал. Зачем там проводить? Еще неизвестно. Сейчас какие-нибудь снежные люди с Антарктиды придут в Южную Африку. Ну, в Китае, я думаю, будут проводить. Тем более туда Киссинджер поехал. Синдзепин ему делает знаки почтения. Представляете, Синдзепин Киссинджер. Вдумайтесь, ну, чуть-чуть подумайте, золотые мои. Подписывайтесь на канал. Смотрите Олега Игоревича. Будете смотреть, будете слушать, что я говорю. У вас все будет хорошо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok